Металл электростальцев Это ежегодный праздник выпускников ПТУ. День посвящения в рабочие. День, когда перед ветеранами особенно остро встает вопрос, что оставлять молодым? Какую эстафету, какое наследство передавать пришедшим на смену? Что вообще означает это понятие? Наследство. И первым из его слагаемых ветераны называют три. Настоящую профессию, современное производство, заводской коллектив. Приобщаясь к рабочему классу, молодые электростальцы принимают сегодняшний и завтрашний день предприятия. Его историю. А история завода насыщена большими делами и событиями. Из подмосковной стали сделаны первые советские подшипники. Первые магнеты для авиационных моторов. Подмосковная сталь сверкает в оправе рубиновых звезд Кремля, в окантовке мраморных колонн столичного метро. Металл электростали в реактивных самолетах и космических кораблях, в легковых и грузовых автомобилях, в турбинах электростанций. Он в сложнейших приборах и аппаратах, в системах автоматизированного управления производством, медицинских инструментов. Вторая печь. Кремний 18 два раза, марганец 18-19, вольфрам 5-48, 5-53, хром 3-54, 3-55, никель 26 соток два раза, ванаде 1-06, 1-1-0-7, молибден 4-87 два раза, медь 18 два раза, кобальт 0-21 два раза все. А еще молодые получают наследство заводской коллектив. По авторитетному мнению специалистов, кадры электростали находятся на таком уровне знаний, опыта и мастерства, что способны создавать металл с любыми заданными свойствами. «Какими же высокими свойствами должны обладать сами люди, поднявшие свою огненную профессию до высот творчества, из года в год, из десятилетия в десятилетие, укрепляющие славу завода, ровесника октября». Это история, это традиции. Богатейший, интереснейший и более чем достаточный материал для документального фильма, если бы он снимался несколько лет назад. А сегодня мы работаем над выполнением заданий 12-й пятилетки, ключевой в программе ускорения. За короткое время нам необходимо обеспечить качественно новый сдвиг в экономике, создать прочные заделы на перспективу. Оглядывая с высот исторических достижений социализма наследия минувших лет, мы замечаем, что не все из прошлого опыта работает сегодня на перестройку, что росткам нового по час трудно пробиваться сквозь пласты привычного, удобного, сложившегося за многие годы. К тому же традиции понятия далеко неоднозначные. Это ощущение возникло у нас и на электростали. И не наша вина, что в первоначальный благополучный замысел фильма пришлось вносить существенные коррективы. Полюбуйтесь, второй столеплавильный цех. Можно ли назвать такое производство и такой труд современными? Догадаться по этим приметам, какой год на дворе? Ну, претерпелись, привыкли, нашли даже преимущество в отсутствии перемен. Цех старый, построен был в 32-м году. Разливочные канавы, печи старого образца. Все это, безусловно, не сегодняшний день металлургии. Но все равно лишаться заводу такого старого, налаженного производства, которое можно при небольших затратах все-таки оставить в составе цеха, как столеплавильный, наверное, не стоит. Это мнение и не только мое, это мнение и работающих здесь, потому что всякая перемена, она связана с определенными трудностями. Мы сейчас встречаемся, когда у нас сходят новые цеха. Это смена коллектива, прежде всего. Это становление нового, это становится очень трудно. Поэтому старые цехи, они прирабатываются, и коллектив у них уже работает как отлаженный механин. Бывает сбою, небольшой ремонтик, и он опять работает. А новый коллектив надо налаживать. По возрасту даже металлоконструкции, которые сейчас вот стоят, они уже находятся на пределе. Единственное, они уже подвергались большой реконструкции. Намечается вторая реконструкция цеха. Возможно, они используют не по прямому назначению, но цех будет еще жить. Потому что, ну, трудно заводу электросталь остаться без второго столеплавильного цеха. Даже в этих тяжелых условиях люди не жалуются на это. Но ведь завод не музей, не памятник старины, где ничего нельзя менять и трогать руками. Завод должен работать, обновляться, наращивать производительность, выпускать все более сложную и высококачественную продукцию. А для этого мало латать старое. Необходимы кардинальные перемены, коренная перестройка. И не потому ли так трудно утверждается новое, что в цехах не успевают заделывать старые прорехи. Не потому ли зарастают бурьяном площадки, отведенные для современных производств. Через три года на этом месте должны встать корпуса нового прокатного цеха, нового сердца нашего завода. А рядом, в створе с ним, вот на этой низине, где сейчас плавают только караси и квакают лягушки, вырастут корпуса нового столеплавильного цеха номер пять. Новая, самая современная техника, предусмотренная в этих цехах, позволит нам избавить наших рабочих от тех условий труда, в которых им приходится работать в настоящее время, в наших старых столеплавильных цехах и в прокатном цехе на стане 600, на стане 300. Вот это новое сердце завода позволит полностью изменить весь характер труда и создать ту необходимую современнейшую технологию, которая и предусмотрена и в решениях 27-го съезда, и в решениях июньского пленума ЦК КПСС. Откровенно говоря, я думал, что инженер Асеев расскажет совсем о другом. А именно о долгом и многотрудном пути установки непрерывной разливки и прокатки стали, к которой Роберт Эдуардович имеет самое прямое отношение. Ведь вместе с группой заводских энтузиастов он монтировал, отлаживал, осваивал, вызывал к жизни новое детище, которое предвещало качественно новый поворот в технологии производства металлопродукции. Новая установка – это как бы эстафета, прямое продолжение одного из самых значительных свершений в черной металлургии послевоенных десятилетий – метода непрерывной разливки стали, разработанного советскими учеными и конструкторами. Весь процесс от загрузки печи шехтой до получения готового проката занимает менее трех часов. Столеварам и прокатчикам, работающим традиционными методами, это кажется фантастикой. Да и на самой электростале еще недавно весь производственный цикл охватывал четыре цеха и продолжался от одного до полутора месяцев. Несложный подсчет показывает, что новый метод позволяет получать готовую продукцию в 240 раз быстрее, чем по старой технологии. Трудно удержаться от восторга при виде такого агрегата и таких результатов. Так же, как трудно преодолеть недоумение, узнав, что установка вот уже 10 лет пребывает с эпитетом опытно-промышленная в единственном экземпляре. Неспроста, когда этот агрегат осмотрела группа депутатов Верховного Совета СССР, первым их вопросом был этот – почему такой установки нет на других заводах? Есть обстоятельства объективного, независящего от людской воли порядка. Умер, не дождавшись широкого распространения нового метода, главный идеолог агрегата, директор в ней медмаша, академик Александр Иванович Целиков. Погиб в автомобильной катастрофе конструктор планетарного стана Олег Васильевич Соловьев. Погиб и тоже в автомобильной катастрофе директор электростали Владимир Никифорович Жучин. Прекрасный человек, прекрасный ученый, прекрасный организатор и неуемной энергии человек, который все, что видел нового в науке, все, что видел нового в технике, он добивался, добивался, чтобы это было обязательно на заводе. Но сколько он сил отдавал этому процессу? Буквально каждый чертеж рассматривался, разрабатывался вместе с ним. Каждое определение режима прокатки решалось только вместе с ним. Сколько было споров, сколько было поисков. Как трудно приходили все эти решения. И тут уже никто не думал, какое время дня, какое время ночи. Так мало людей было, кто верил в то, что можно осуществить такой процесс вообще. Что можно полностью автоматизировать, объединить непрерывное литье и прокатку и через три часа получить нужную марку. Никто в это не верил. До последнего дня, пока не пошел процесс. И только потом уже всем, конечно, казалось, что это все просто. Это все просто. За это время выросли прекрасные кадры, освоена технология. И приходится удивляться. В эти же последние пять лет в Советском Союзе построено несколько мини-заводов. И эти мини-заводы, в основном куплены, оборудование для этих мини-заводов куплено за рубежом. Заплатили сотни миллионов золотом за это оборудование. Хотя на базе вот этого оборудования, которое стоит на заводе «Электросталь», можно было создать прекрасные отечественные мини-заводы, портативные, производительные, экономичные, которые являлись бы гордостью и престижем всей нашей науки. Вот, к сожалению, этого не произошло. Вот такая ситуация. Нет в живых авторов установки. Но ведь делали они ее не для себя, а для всех металлургов, для всей страны. И она работает, выдает продукцию, неизменно подтверждает свою жизнеспособность. За 10 лет агрегат по меньшей мере 10 раз окупил себя. Продолжают работать многие заводчан, пионеров нового дела. Листая заводскую историю, я встречал имя старшего мастера Сидякина. С первого и до сегодняшнего дня он прошел все этапы становления и утверждения нового метода. Когда Анатолий Митрофанович узнал, что об установке будет рассказано в фильме, то решил приостановить оформление пенсии. Может, телевидение поможет продвинуться делу, возникла внадеживающая мысль. Ветеран, конечно же, знал, что решает не телевидение, а министерство, проектные институты, конструкторские бюро. Но он знал также, что телевидение может дать толщок, привлечь внимание, собрать для делового разговора о проблеме тех, от кого зависит ее решение. И такой разговор состоялся. В один из летних дней на завод «Электросталь» прибыли сразу два министра. Черной и цветной металлургии. Директора институтов, начальники управлений, другие руководители и специалисты. Прибыли и прямо в третий столеплавильный цех, где в небольшой пристройке разместилась установка. Для учебы... Условия труда, труд полностью механизирован. Отличный помещение, условия труда отличные. То есть, я считаю, это будущее нашей металлургии. Самое главное, ведь, механизация всего тяжелого металлургического труда. Ну да, когда лечуточные операции исчезают, сразу же это ручной труд исчезает. Поэтому это интересно. Вы же, смотрите, сейчас метисты наши заводы для целого ряда спецотраслей. Мелкие партии. Да, да, да. Значит, новенклатура очень большая. Причем она усложняется каждым днем. И вот сейчас попробуют на одном заводе поплавлять через 4 тысячи километров прокатывать, через 3 тысячи километров полировать. И пошла это в убернии писать. А тут в течение суток можно варьировать как угодно. Внимание! Внимание! Через 5 минут будет производиться выпуск металла из печи. Просьба! Товарищи, не связанных с технологическим процессом, пройди пульт управления. Работчик, связанных с процессом, занять свои рабочие места. Пока жидкий металл превратится в готовую продукцию, приведем еще несколько подробностей об этом уникальном процессе. Его непрерывность могла быть обеспечена только при условии, если в единицу времени через агрегат будет проходить одинаковый объем металла на всем протяжении лета. Это стало возможным благодаря созданию планетарного стана. Много хлопот доставило обеспечение синхронности процесса развивки и прокатки, преодоление вибрации металла и так далее. Эти и другие проблемы уже позади. И как важно, чтобы накопленный электростальцами опыт не пропал дар. А ведь может пропасть, если потеряем время. Пример тому история с непрерывкой. Полученный, опробованный и запатентованный, повторяю, советскими металлургами, этот метод был подхвачен практически во всех промышленно развитых странах. Десятки государств купили у нас лицензии и без труда обогнали первопроходцев. Так, в Японии этим способом развивается сегодня около 90% всей выплавляемой стали. В Соединенных Штатах и ФРГ более половины. У нас чуть больше 15%. Как часто за последние десятилетия случается этот банальный конфуз? Когда наши идеи и даже готовые образцы возвращаются к нам из-за рубежа в импортном одеянии. Как пришли из Парижа сапожки, как прилетели из Канады дубленки. Сами иностранцы удивляются нашей бесхозяйственности и неповоротливости. Талантливые изобретения кладем под замок, а технологию покупаем на Западе. Но пора услышать мнение специалистов и руководителей. Мне хотелось бы, чтобы каждый из вас высказал, собственно, ответил на один вопрос. Быть или не быть установки? Если быть, то что для этого надо? Вот хотелось бы начать разговор со Сталевара. Анатолий Романович, вы депутат Верховного Совета. Я знаю, что вы ставили этот вопрос на постоянной комиссии Верховного Совета. Что вы, так сказать, этот вопрос уже давно, как говорится, пробиваете. В чем главная причина того, что она пока находится в единственном экземпляре? Я могу сказать только одно. Пока сегодня, до сегодняшнего дня, не было заинтересованности в этом. И нет сомнения в том, что все же, вот, сегодняшний день сделает перелом, вот, именно, значит, во внедрении вот этой установки. Не только сегодня на нашем заводе, но и на других заводах нашей черной и, будем говорить, цветной металлургии. Здесь присутствует начальник технического управления министерства, то есть человек, ответственный за техническую, так сказать, политику. Вадим Григорьевич, так я понимаю, ваши отношения, ваш комментарий к этой проблеме? Эта установка показала перспективу ее применения на металлургических предприятиях. То, что это шло медленно, это, безусловно, так. Вот. И здесь, я думаю, недоработка и институтов, и министерства, и завода, значит, не занимались так, как положено, энергично этим вопросом. Я должен сказать, что столь долгое время эта установка не получила такого масштабного развития, только потому, что есть же очень много трудностей. В частности, мы сейчас с вами смотрели, и это совершенно очевидно, что вот эта основная черновая клеть работает с большим напряжением. Я считаю, что этот узел еще для широкого промышленного освоения, тем более для масштабных заготовок, он еще требует большой доводки. Сколько, на ваш взгляд, потребует времени доводка? Вот то, о чем вы говорили. Все будет зависеть от того, как быстро нам удастся построить вот эту вот новую установку в Туле, которая построится на промышленные сечения металла. Если там нам удастся найти узлы устойчиво работающие, я думаю, что в течение 4-5 лет мы можем выйти в промышленности. Николай Павлович, а почему вы не говорите о доводке этой установки на электростали? Ну, эту установку, во-первых, вы видите, и очень мало площадей здесь. Она в стесненных условиях. Поставить новые крупные узлы вряд ли удастся. Поэтому, конечно, эту установку надо делать в больших масштабах. Ведь, видимо, прежде чем начинать новое строительство в Туле, нужно довести до совершенства ее, так сказать, прототип. Не так представляется. Ведь они же могут, так сказать, повторять какие-то ошибки. Видимо, важно на опытном образце все это прокатать и освоить. Я не могу сказать, что этот образец, который сейчас действует, он вообще не доведен. Он для того, чего он предназначен, он вообще доведен. Есть некоторые детали, ведь он же работает, регулярно работает. Установка, которая была задумана нами по проекту, именно проектная мощность, пока еще не доведена. Ввиду того, что она не выполняет те сортаменты, которые были заложены. Это марка Х-20Н-80, которой мы не можем, ввиду того, что прочностные именно возможности планетарного стана не дают выполнить эту марку. Поэтому мы вынуждены идти на другом сортаменте. И сейчас полностью на проекты мощности не вышли, что сделал нам гипромез. Наша цель была доказать именно вот эту жизнь из такого процесса, то есть из непрерывного, из жидкого металла сразу получить продукт. Вот это нам и уже доказано. А теперь, я говорю, это дело самих конструкторов, потому что ее можно увеличить и в размерах, и совершенно другой производительности, и она пойдет на других именно предприятиях. Николай Павлович, видите, товарищи вносят некоторые коррективы в наш разговор, что установка не доведена, что она может больше выполнять, чем выполняет сейчас, и чем, кстати, предполагают многие специалисты. Вы делаете какие-то выводы из этого? Ну, я могу согласиться, что, конечно, до идеального состояния установка не доведена. Но то, что на ней можно сейчас работать, это нам с вами продемонстрировали, и она работает. А что касается предела совершенствования, то его практически нет. И то, что они сейчас делают завод, он делает совершенно правильно, вот этот новый узел сейчас поставят, это вообще я полностью согласен, что ее еще так совершенствовать нужно. Но то, что вот слабый узел подшипниковый планетарного стана, это совершенно очевидно. Поэтому на переход на промышленность этот, по крайней мере, узел надо очень тщательно исследовать. Потому что промышленность это вообще... Ведь для этого и существуют конструкторские организации, институты, проектные, научно-исследовательские, самые всякие. Ведь завод-то не может этого сделать своими силами. Я согласен, что в этом направлении институтам и исследовательским, и проектным надо очень серьезно поработать. Роберт Эдуардович, можно вас поближе? Вы очень внимательно следите за, так сказать, новшествами в мире такого типа. Вот за эти 10 лет, пока работает ваша установка, не появилось ли в мире что-то подобное? Отстоим мы ли свой приоритет, так сказать, и дальше? Ну, пока вроде в печати не встречалось, что вот именно такой агрегат уже пущен где-то за рубежом. Тем не менее, к сожалению, мы должны констатировать, что Япония все-таки оформила вот заявку на такой агрегат. Мы упустили приоритет. Хотя в свое время обращались неоднократно и во ВНИМИТМАШ, и особенно во ВНИКП, с предложением, что надо его запатентовать. Его не запатентовали, сославшись на формальные признаки, которые, ну, что там есть такие. Видимо, повторяется история с непрерывной разливкой, когда мы придумали, мы начали, а нас обогнали те же японцы, американцы. Это полностью повторилось с этим. Даже не то, что мы, там хоть мы приоритет свой запатентовали. Владимир Михайлович, вот в вашем институте в НИИМИТМАШе практически родилась эта установка. Хотя место ее рождения здесь, но вся идея, все разработки, да, и практические действия шли со стороны вашего института. И ваш предшественник, академик Целиков Александр Иванович, ну, называется первым в списке, так сказать, родоначальников установки. Вот прошло время, прошло 10 лет. Почему охладел институт к этой установке? Почему все реже здесь бывают ваши товарищи, все меньше внимания они проявляют, и практически на заводе совершенно в последнее время не чувствуется забота с вашей стороны? Почему так? Ну, тут вопрос достаточно сложный. Во-первых, я не могу сказать, что институт охладел к этой установке и потерял от нее интерес. Постойко, поскольку это воплощение непрерывного технологического процесса, и это одна из мечтаний металлургов, машиностроителей создавать такие процессы. Ну, почему раньше до этого не доходили руки? Ну, я должен прямо сказать, что все мы были заинтересованы в объемах производства. А качественную сторону дела мы не очень и считали, и даже иногда и не умели считать. А вот теперь, в свете нашей перестройки, в свете обращения к экономическим задачам, получения эффективности, вот сейчас я вижу единодушие и потребителей нашего заказчика, и нас, поскольку мы тоже будем работать в новых условиях, и оценка нашего труда и наши возможности тоже будут по-новому оцениваться. Вот сейчас все это сходится вместе, и поэтому, я думаю, мы творческую работу коллективов организуем. У нас есть примеры сотрудничества и с НИЧ, и с черной металлургией, и с другими институтами. И вопросы, которые стоят, чтобы в этой пятилетке, до конца пятилетки, значит, организовать выпуск нескольких более мощных, более производительных установок, мы решим. В этой пятилетке? Я думаю, да, в конце этой пятилетки. Вот почему медленно так вот, так сказать, осваивалась эта установка. Тут многие говорили, причины самые различные, но мне кажется, что самой главной причины все-таки никто не сказал. Это в слабости нашей машиностроительной базы. Мы бы могли бы давным-давно ее несколько раз, так сказать, реконструировать, несколько раз переделать, несколько раз, нам известны слабые места этой установки, но мы не в состоянии изготовить этого оборудования. Но ведь Минтяжмаш, он ведь с вашей подачи, так сказать, должен ее изготовить. Все ли сделали вы для того, чтобы ускорить, для того, чтобы разработать документацию, сделать заказ? Все ли сделано? Ситуация складывается так, что все то, что нужно для, так сказать, совершенствования этой установки, и все строительство этой установки, все делалось на опытном заводе нашего института. Заводы тяжелого машиностроения, собственно, они не приняли никакого участия в создании вот такой установки. В силу своей перегруженности. Ну, вы их не оправдываете сейчас. Ведь важно, вы же сами говорите, важно, они увлекались объемами. А это не дает объемов в тонах, но ведь это дает объем металлургам. Дает, увеличивает выпуск, производство. Совершенно верно. Конечная цель важна. Конечная цель важна, но, к сожалению, трудоемкость этого оборудования при изготовлении выше, чем обычного, так сказать, прокатного оборудования. Поэтому заводам было невыгодно заниматься вот такими... Но ведь это старые аргументы. Ведь сейчас-то все иначе мы рассматриваем. Экономические стимулы же здесь заложены самой идеей. Теперь мы надеемся, что мы сумеем, так сказать, значительно убыстрить решение этой проблемы и создать в более короткие сроки новые промышленные установки. Мы здесь слишком много говорим о клетях, о конструктивных недоработках. Все-таки главное, что здесь доказан принцип. Непрерывная разливка и непрерывное получение готовой продукции. Причем это не только для черной металлургии. Это и для цветной металлургии особенно важно. И важно главное то, что мы получили в руки процесс, который не на проценты, не на доли, а в 2-3 раза, а может быть и на порядок, сокращает ресурсы, расходы электроэнергии, материалов там, выход годного увеличивает. И сокращает трудовые ресурсы. Самое главное облагораживает труд. Труд. Труд становится механизированным. И вот здесь, по-моему, мы должны говорить больше, почему мы 10 лет вот так вот работали. По-моему, самое главное, это наши внутриведомственные были барьеры. Значит, мы в бумагах утонули, в графиках, в сроках, потом в переносах этих сроков и не занимались самым главным. Она, установка, стояла, ждала. Сейчас, в соответствии с решением правительства, вы знаете, что создан межотраслевой научно-технический комплекс МНТК «Металлургмаш». Туда вовлечены лучшие силы научные машиностроители, металлургов, черной, цветной металлурги. И поэтому наша задача сейчас, соединив эти усилия, довести ее, довести в сроки, которые мы себе должны задать, а не ждать какого-то. Вот я считаю, что срок выхода на промышленность 90-й год, 89-90-й год, это тот, который должен нас устраивать в ответ с требованиями Пленума и Центрального комитета партии, да и с требованиями жизни. В министерстве принято решение перейти от этой разовой установки полупромышленной теперь уже непосредственно в серию. Мы принимаем решение пустить в серию пять установок подобных и установить их на метизных заводах, в первую очередь, о чем я сказал, для высококачественных марок стали, мелких партий. Безусловно, не все доведено, есть отдельные недоработки. Но мы не будем ждать теперь последовательно доводить до высокой кондиции одну установку с тем, чтобы последовательно потом приступить к проектированию. Запускаем в серию пять установок с тем, чтобы параллельно на ходу доводить и эту установку не бросать здесь, и работать над новой серией. Вот такова наша программа. С этой программой мы сейчас вплотную начинаем заниматься. Итак, обозначены причины, приняты решения, названы сроки. И все же десять потерянных лет не дают покоя. Сколько могло быть сделано? Как обновился бы облик огненной профессии, да и облик самих металлургов? Ведь молодежь очень чувствительна к новому и прогрессивному, к престижу дела, который она выбирает. Хочется думать, что этим ребятам все-таки доведется поработать по-новому. И не только на подмосковном заводе. Мы уже слышали, что в нынешней пятилетке будут построены еще пять таких установок. Мы начали фильм с сообщения, что завод «Электросталь» родился в одном году и одном месяце советской власти. Это, конечно, совпадение, воля случая. Ну а на передовую линию технического прогресса его выдвинули люди. Выдвинуло время. А сегодня время требует от заводчан решительных перемен к лучшему. И в производстве, и в инженерных решениях, и в условиях труда. Только так можно не отстать от жизни. И только такой завод можно оставлять молодым. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok